здравствуйте друзья добрый день меня зовут катя и вы на канале о красивых вещах это видео будет посвящено вышивке крестиком и рассказывать я вам буду сегодня про свое участие в совместном таком отшиве большого-большого полотна с дизайнами МТСА хэштег у этого проекта Дашка Робин и организаторы девочки с канала время вышивать частности Даша это Дашин Робин и вот у меня был второй этап мне предстояло вышить нарциссы три белых нарциссы ну я вам их покажу чуть попозже пока вот можете только кусочек вот здесь вот видите здесь вот нечто а пока давайте поговорим о материалах и о самой работе и так материалы ниточки которыми вышивала это были ниточки dmc вышивала по электронной схеме в xsd формате и это было мое первое знакомство с электронной программой да с не с бумажной схемы с электронной схемой и работой с программой крости мне очень понравилось я осталась но совершенным образом довольна потому что очень быстро все вышивается процесс облегчается цвета подсвечиваются это просто феноменально еще раз повторяю это очень все здорово мне понравилось работать с таким форматом и так какие же цвета использовались вы видите есть спектр от белого к розовому и очень большой спектра зеленых цветов для вышивки стеблей и листочков такие вот красивые очень цвета прекрасные каждого цвета использовала использована было ну буквально по ниточке этим сразу же будем убирать порядок наводить некоторых по пол ниточки но вот в основном по по ниточке вот здесь есть некая моя отсебятина это вот эти вот два цвета 152 и б 5200 дело в том что перед тем как начать вышивать уже непосредственно сам робин я решила потренироваться вот сейчас вы видите это вышивка моего экземпляра она будет закончена и здесь никакие вовсе не белые нарциссы а такие розоватые дело в том что ну вот вы сейчас видите мой цвет и цвет основы которые мне прислали для вышивки он немножко отличается и на этом цвете белые ниточки они достаточно неплохо смотрятся вот цвет white от dmc а на моем цвете они совершенно сливались в одну нить я пробовала заменить их на 5200 была та же самая история и поэтому вот я в итоге заменила на 152 цвет чтобы вот на этой основе это к слову сказать что у нас это вот по моему вот это вот основа то ли фок то ли мог то ли туман в общем я не помню если честно напишу обязательно линда 27 аккаунта через одно переплетение в общем вот на этой основе вот эти вот две ниточки они совершенно сливались и пропадали а вот розовая возможность получить достаточно хорошо читаемый образ и разглядеть эти цвет цветочки на фоне зеленые на таком на такой основе смотрится прекрасно а вот с белым у меня были проблемы поэтому вот у меня тут есть лишние цвета но в основном цвета такие вот красивые приятные мои любимые я очень люблю розовую палитру у dmc она какая-то такая знаете благородная припыленная очень здорово смотрится в 152 тон вот эти вообще вот эти нитки они использовались в том числе и в сапожке от just n and поэтому это не у меня так хорошо очень использованы и достаточно популярные цвета еще помню 38 65 такого бежево-белый цвет тоже очень хорошо используется поэтому цвета конечно решение цветовое очень удачное у этого проекта вот значит почему я решила потренироваться сначала потому что это вообще первый раз моей жизни вышивка через одну нить переплетение в таком большом объеме я мне было сложно представить размеры мне казалось что все будет вот с ладони посмотрите размах какой это не вся далеко работа и поэтому я решила потренироваться но хотя бы посмотреть выбрала свою основу и вот вышла часть обязательно буду заканчивать и вообще здесь у меня кусок шириной метр высотой 43 сантиметра я все весь его хочу тоже закрыть вот из рисуночками из этого из этих дизайнов то есть нарциссами полностью вышить каким-то образом хаотично себе такую вышивку чтобы она у меня была потому что это наслаждение просто иметь ее наслаждение вышивать и и иметь ее вот знаете вот несказанное удовольствие хочу показать вам изнанку это изнанка моей работы ну вот как то так я старалась не делать больших протяжек и в целом достаточно неплохо все выглядит теперь давайте же все-таки перейдем к основному полотну и так друзья сейчас вы перед собой видите часть работы которая была выполнена до меня вот такой вот огромный большой участок был зашит двумя цветами цветы желтого цвета очень красиво смотрится на этом нет мне кажется этого 32 аккаунт если не 18 если не 36 потому что очень миленько красивый такой платиновый оттеночек вообще великолепная ткань огромное удовольствие было с ней работать просто замечательно ну конечно мелковато вот такой вот цветок и вот что добавила в этот робин я вот мои три нарцисса тоже достаточно большой фронт работы вот эти веточки вот можно даже сравнить с моим что у меня сделано вот эта веточка и два цветочка но здесь их на самом деле три цветочка еще две веточки и надпись лилок чарм ой какая красота слушать я смотрю балдею я прям по хорошему завиду я тоже хочу такую большую работу это просто замечательно я вышивала и не торопясь потому что мне было достаточно сложно работать с этой тканью она мелкая аккаунт очень мелкий у меня в распоряжении только вечерние часы поэтому знаете очень сложно было привыкнуть к этой работе к этой основе привыкнуть к тому что крестики и вернее не крестики а стежочки маленькие и мелкие и надо очень аккуратно потому что чуть-чуть промахнулся и ты не попал в общем это все требовало достаточно от меня большой концентрации возможно кто-то справится с этой работой быстрее и лучше но вот у меня так получилось как получилось спасибо девочкам что они мне разрешили поучаствовать давайте посмотрим поближе как это все получилось вот ребята зум камеры позволяет нам посмотреть работу поближе сейчас я постараюсь показать вот для сравнения кончики ножниц которые очень тоненькие острые чтобы вы понимали масштаб какой был сделан видно что выполнены полукрестики где-то крестики вот вот эти вот контурные контурные крайние ряды они все выполнены крестиком и это позволяет сделать такой вот объем листочком да вот здесь вот мы немножко крестичков видим в основном использовался белый цвет и серединка вот как соцветия или вот такой красивый участок цветочка он выполнялся несколькими оттенками розового и розово-бежевых цветов вот третий цветочек тоже у нас смотрите какой красивый его лепесточки такие вот немножко тоненькие под вытянутые соцветия тоже очень красивая сочные тут есть такие цвета замечательные и вот особого внимания заслуживает все-таки зелень как она выполнена вот здесь вот видно что несколько прямо цветов в стебельке используется и это все создает такой некий некий не то что объем да но придает очень такую важную живость этого дизайну и вышивки здесь вот сейчас очень хорошо видно что использовались разные цвета где-то прям вообще очень тоненько буквально один полу крестик в ряду где-то очень насыщенный насыщенная зелень вот здесь вот например здесь и крестики и полу крестики в общем ну слушайте у меня одни восторге от этого дизайна от этой работы но и надпись конечно выполнена замечательно вот такие дела вместе с первой вышивкой это уже представляет весьма внушительный такой участок вышивки я бы с удовольствием хотела бы посмотреть на готовую уже работу как будет все полотно выглядеть мне кажется это будет просто шедевр который надо будет помещать в музее и передавать по наследству надписи вообще прямо прекрасные слушайте супер это фантастика вот такое мое было участие в этом проекте очень хочется мне на вышивать все-таки миниатюрок мтсашных вот я приготовила пяльца чтобы показать что можно вышить один буквально цветочек и поместить вот в такие вот пяльца которые недорогие они очень таки хороши для оформления или вот так вот что-нибудь что-нибудь надписью прям замечательно также можно сравнить размеры цветов на разных каунтах то есть работа моя будет еще больше приличная разница ой я довольно вообще в полном восторге очень хочу еще раз повторяю себе такой же и буду вышивать потихонечку вот эти цветы и вам показывать спасибо еще раз что у меня что разрешили мне поучаствовать это огромный такой интересный участок моей вышивальной жизни до период моей вышивальной жизни это прямо новый толчок я настолько вдохновилась вообще вот этой вот вышивкой через одно переплетение что начала очень большую грандиозную работу в таком самом формате и как только там какие-то будут у меня продвижение результат я вам покажу вы реально упадете от выбранного мной дизайна и того как это все получается это просто великолепно ну вот я не знаю вот это можно ли это назвать микро вышивкой наверное я думаю что можно через одну ниточку переплетения ну вот такая вот микро макро вышивка сегодня у меня на канале еще раз спасибо за внимание до скорых встреч и пока